Сегодня 12 сентября 2020 года и это наша третья вылазка на просмотр участков. Представляешь, что она нам принесет? Непонятно. Вот, пушистик сегодня даже улыбается. Что принесет? И все участки дальше вообще кошмар. Я вообще без настроения еду. Ну, посмотрим. Да, да. Ты не ешь, а мотаться потом каждый день туда-сюда. Не мне же безработный сидеть на участке и мотаться каждый день туда-сюда. Окей. Давай. После прошлых выездов стало понятно, что участок под наши требования не проходит в цене к 500 тысяч рублей. Мы подали заявку на ипотеку и... Та-дам! Мы ее сразу же одобрили. И вот искусители согласовали даже большую сумму, чем мы запрашивали. Тогда мы были почти готовы покупать участок в охраняемом поселке. Но там оказалась проблема с документами. Банк не согласился кредитовать сомнительную сделку, и наши поиски продолжились. Вот дом на свае, смотри, стоит. Причем уже сколько лет, видно, стоит. Охренеть. Вот, наш участок вот этот. Я не знаю. Ну, тебя куда ведет навигатор-то? Мы же забили прямо на сам участок. Да, дальше. Он ведет. Вот где-то здесь тогда. Бетонные блоки лежат, уберут. Или здесь. Сейчас я тебе покажу, как это выглядит на карте. Понятно, почему нет фотографий. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А почему я тут открыть, я не могу спросить. Кто? Да, шла в бал. А он сказал, что выгнали управляющую компанию. Была управляющая, типа выгнали управляющую. Ну вот, мы приехали на первый наш просмотр. Вот это вот участок, который продается. Вся эта картина просто наводит ужас. На меня, во всяком случае, точно. На меня наоборот. Слово наоборот. Вот ему как раз это все. Если они все это оставят вместе с участком, я буду рад, что вот вон сколько добрать. А как бетонные блоки-то убирать? Не переживай, я найду, как убрать. Было бы что убирать. Вот то, что это с горы спускается, разве это не минус? Нет, это не проблема. Это не такая уж гора. Маленькие пока. Вот не проблема совсем построить здесь дом. Даже наоборот, в каком-то смысле, будет от моста хороший, от ливневой воды вот этой всей, чтобы она не пошла под фундаментом. Наоборот даже хороша, с одной стороны. Вот тебе, пожалуйста, дом тоже вот построили на этой, на тоже московом доме. Ну вообще он деревянный, шикарный. Моя мечта? Да, которая меня осуществится. Продается. Что из-за толпа что-то вообще происходит? А, это он про здесь говорил, зоопарк? Да, напротив зоопарк. Контактный. А вот, видимо, продаются участки. Вот сейчас мы туда должны подъехать. Тихо. Под детей много, тихо. Ну давай вот сюда встанем. Здесь как раз будет наш участок. Продается участок. Вот этот показывает, там яма. Очередные участки мы просматриваем. Прекрасное поле, заросшее бурьяном. Травой. А напротив контактный зоопарк. Соответствующий запах. Слава ушел куда-то. Пойду и я за ним. Пока, конечно, когда видишь вот эти вот заросли, ничего хорошего в голову не приходит. Понимаешь, постоянно нужен доступ, если что, электрикам. А где он начинается сейчас? Наверное, вот там, за забором, да? Ну, он сказал, да, вот от забора, по-моему. То есть, понимаешь, чем дело? Вот у нас здесь будет автостоянка. Ну, да. Потому что вот она сейчас, эта автостоянка и есть. И плюс тут растут эти, как они, борщевики вон. Все поле в борщевиках. Борщевики выкорчевать можно. Не, говорят, их очень сложно вывезти. Их сложно, но можно. Их сложно, но можно. Я тоже понимаю. Ну, в общем, конечно, по сравнению с предыдущим, тот, конечно, ужасный в стройматериалах. А, лошадки! Еще лошадки. Ну, вон там ходит лошадка какая-то. Вот, но здесь, с одной стороны, контактный зоопарк напротив, со всеми трелестями, запахами. И плюс ко всему, люди приезжают сюда на машинах. То есть, по выходным, скорее всего, здесь тусня. С другой стороны, с детьми приезжают. Вряд ли это такая, прям, это не алкогольная тусня, а обычная, семейная. Ну, не знаю. Это суседство, насколько оно оправдывает эту цену в 1500 рублей. Что за 1500? Полторы тысячи? Да. Полтора миллиона? Да. За 1100? За 10. На просвет, да? Вот что-то в изменности находите. Угу. То есть, это как бы не фонтан. Хоть вот с косой езди, бери, все коси и смотри. Шеи, заросли. Ну, вот, допустим, хорошо, вот этот участок. Вот у нас будет второй балкон, вот этот мансардный, не мансардный, ну, почти, да, мансардный, почему нет. И куда его видишь? На провода? На зоопарк. Ха-ха-ха. На те дома? Да, прикольно. Куда его вообще? Ну, на зоопарк, по идее, но получается, что на провода. То есть, вообще, как пейзаж не тот. А вот там, хотя бы там было открытое пространство, куда можно было его направить. Ой, я даже не посмотрела там по этому поводу, ты мне не сказал посмотреть. Мне не важно, что я сказал, что я не сказал, просто надо чуть-чуть, как бы, это, ну, ассоциировать все. Ну, вот реально здесь как-то вот, не знаю. Пока что тут лидирует, мне кажется. Вообще, люблю такие трассовые. Задние, где-то даже смотреть не надо мне. Желающих, думаю, не будет вообще. Обогнать. Это же поселок. Протерку хоть этот, зеркало, а то мы записываем. Так неожиданно мы шли-шли и бабац, и уже здесь участок. Да. Залезем туда? Там, смотри, березки еще. Пойдем, зайдем. Пойдем. Тоже горка. Бытовка уже есть. Елочки. Смотри, молодцы, подготовились. Вот это, выпахали половину. Два миллиона, двенадцать с половиной соток. Свет заведен на участок. А где? Ну, в бытовку у меня. А я пока не вижу. Ну, вон провод какой-то торчит в бытовке. Ну, вот, вот здесь, вот около окна. А, вот, что это за провод? Нет, нет, ты, вот это, да. Это что, заведенный свет, что ли? Ну, я не знаю. Вон столб какой-то. Ты серьезник? Вот, смотри, вон там столб. Ну, и куда он идет? Он никуда. Он вот намотан вот здесь на столб, и все. Да, то есть, короче, уже подключает. Ровный по периметру забор исправился. Где свет заведен? Если они отдаются с забором, с тем, что здесь есть. Ну, я так понимаю, что забор это не наш. Это... Почему? Соседский. С чего? Нет? Он построен вот здесь. Такие здесь оригинальные дома стоят. Столб есть. Нормально. Сколько он стоит? Два сто, но здесь двадцать соток. Двадцать соток. Но тут здесь, вот именно на этом участке находятся фундаменты строительных бетонных блоков с монолитной плитой перекрытия. Выложена чаша бассейна. Огорожен забором металлические столбы с монолитным основательным фундаментом ЖБ по периметру. Просто, может быть, его можно как-то использовать уже под наши нужды? Как ты его? А не подойдет? Какие шансы, что он подойдет? Во-первых, во-вторых, а какой он вообще сделан-то? Может, он говном? Ну, пройдем туда дальше, посмотрим тот участок. А что ты за траву увидишь? Я не увижу ничего. Смотрите, там на крыше сидят ангелы. Тут, короче, реально какой-то поселок архитекторов. Вот такой вот участок продается двадцать соток в деревне с ангелами. Чаша бассейна. Вот это вот второй участок, который находится рядом с бетонным основанием. Ну, здесь деревья, целая куча. Но самое главное, Слава сказал, нет заезда. Заезда нет, все. Участок неинтересен. Участок четырнадцать соток, а там пасется лошадка. А вот это вот, видимо, сам участок. Но уже мне, например, нравится то... Подержи, пожалуйста. На высоте. Да зачем ты это взрослый? Мне, например, нравится то, что этот участок на высоте находится. И как бы сзади него поля-поля-поля-поля-поля непонятно какие, вряд ли они будут во что-то превращены. А сам участок... Ну, пока это там ничего не размежевано. И, в общем, поле и неизвестно, сколько оно будет. Так этот участок выглядит. Четырнадцать. В приближении в нормальном. Здесь тоже поют кузнечики. Слышно, конечно, шоссе. Видимо, оно здесь рядышком где-то. Но виды, конечно, шикарнейшие. Ну, для меня вообще вот этот вот простор. И никого нет рядом. И рядом соседи тоже не застроены какими-то большими домами. Мне нравится. Вот тут вот заезд хреновый. Тут грузовой машины вообще делать нечего. Может, тут как-то по-другому можно заехать? Я не знаю. Давай проедем туда. Но если туда дороги нет, не показывает это, то как мы вообще... И еще, если честно, меня смущает собственники меньше трех лет, когда в собственности меньше трех лет, уже напряжно. А еще она запнулась и сказала, что там, возможно, два собственника, два брата и у них наследство или еще что-то. Ну, короче, все надо будет десять раз перепроверить. посмотрите, какой крутянский вид. Вид-то отсюда, а не отсюда. Вид отсюда, да. Но домик-то... Вон там стоит единственный домик и участки, которые продают, они вот находятся в этой низине. Вон как-то же дорога к нему ведет. Открывай кадастров, смотри, что это вообще за чудо-юдо. Надо понять вообще, в чем фишка-то. Чего он так выбрал-то? Если река выйдет из берегов, она, в принципе, внизу, она еще ниже. Но если она выйдет, она достанет до него, интересно? Главное, а почему рядом с ним не продаются? Все продано, что ли? Да нет. Все продают, видимо, видимо, продают разные люди. Она говорила, что здесь надавали этих участков бюджетникам, короче. И долгое время никто не пользовался этой землей, потому что там не было никаких коммуникаций. Я думаю, вон тоже второй участок постепенно, как бы, видишь, там готовка стоит. А сейчас, говорит, столбы провели и хоть какое-то движение началось. Вот он взял, построил там один, живет. Честно говоря, в низине, конечно, это как-то, мне кажется... Отсюда вид хороший. Отсюда вид вообще офигенский. Да, вот тут удочкой. там вот домик стоит. Вот повезло кому-то с домиком. Вон там вот. и сколько он стоит? Сейчас посмотрю. домик следует... Давай, давай, пой, пой, конечно Поет он, поет он свадебный марш В качестве типа, давай я тебя снова подразнил Никогда тебе не стать моей женой законной Пузик, так если ты возьмешь и подъехал Тебе придется двигаться, шевелиться А так я вообще буду построить дом Ты все документы на это свистанешь И скажешь, это мой дом, мой участок Кто он такой, я не знаю Милицию, скажешь, вот этого человека соберите, пожалуйста Он незаконно находится на моей территории О, это из моей серии, чтобы участок в лесу стоял Здесь соснами закончился Участки моей мечты кончились В общем, так прекрасно все начиналось Мы заехали в охраняемый коттеджный поселок Где были дома, в соснах стояли Все предвещало участок моей мечты Конечно, цена немножко смущала 1200 всего на фоне таких сосен Думаю еще, как это за такую цену А когда мы дошли, собственно, до тех участков Доехали, вернее, вначале доехали Дорога закончилась Потом мы пошли и увидели, что здесь Мало похоже Что-то на участок моей мечты И плюс ко всему Здесь он выше крыши В два человеческих, как не в три роста Как он, борщевик Цветет и пахнет Вообще по всем полям Не знаю даже, что сказать До этого места кто-нибудь будет снег чистить? Зимой Или это все тому, кто здесь будет жить Предстоит делать Мы так-то прошли нехило Ладно, пойдем Была дорога сюда Еще можно было репу почесать А то явно дороги не будет Слишком много везти ее Если она будет, то через лет 50 А по грунтовски ездят Раскатают ее грузовики И будет здесь жира И потом Ты просто на легковой машине То есть тебе нужен БТР Чтобы здесь кататься Картина называется Я и борщевик Здесь он попал в кадр Если что, вот он Вон там Вот мой рост А вот там борщевик Первый объект наш Он был полчаса Понимаешь? То есть разница какая А этот А этот час Тоже по пустой Ну и что? Нахрен Вон там участок какой-то продает Давай заедем туда Там телефон есть Ты видишь отсюда? Нет Здравствуйте Я звоню вам по участку По вашему объявлению Вот мы увидели растяжку вашу Скажите пожалуйста Она у вас Висит там Где Участок Это именно участок Да За сколько вы его продаете? Миллион Собственник Вы собственник Или риел? А вы Еще несколько Участков Поэтому Класс от 30 Сделал тоже А как тут С электричеством Вообще Так 15 кВт А столбы Да Мы столбов не видим Вот каким образом Моя спасающая плата Надо подать вам Заявку на предъявление Что есть Заявка 550 рублей Платить больше Нито что не нужно Дам счетчика Нито ставить за свой Ежемесячная плата Ежемесячная плата Есть какая-то За въезд В поселке есть 2000 рублей 280 рублей Во всех поселках Где-то пусор Охрана Все такое На вырубку деревьев Разрешение надо? На вырубку деревьев Да Можно спокойно Все делать Так что Нужно По своему участку Нужно Нужно А мы Как бы Мы для этого Должны платить Получать разрешение На вырубку деревьев Нет Никто 694 При идее По закону Вы должны Для них Кто это не делает У кого еще Да Ничего не было Присыщий поворот А если вас не затруднит Вы можете скинуть Данные Вот на Такие похожие Участки Вот мне Ватсап На этот номер Похоже не скинули В лесной Только здесь Да В лесной Только здесь Вы вообще вряд ли Мне не будете Заять Ну да Вот пока Первый раз Увидели Другой момент Меня больше Смущает Что здесь Прям так Темновато Конечно Что тут Солнцем Происходит Что происходит Сегодня Днем Светит А под вечером Все За елочками Прячется Тут еще Тоже Надо Понимать Что Деревья Опасны Для Септиков С возможных Конструкций Подземных Они корнями Могут их Разрушать Понимаете Сегодня Мы посмотрели Девять участков Один из них Нам настолько Не понравился Что даже Снимать его Не стали А среди остальных Есть над чем Подумать Что же Выбрать Участок в лесу С хвойным воздухом И наверняка Грибами Или землю Уже Огороженную Забором А может быть Тот Который На краю Деревни С панорамой На чистое Поле Или первый Заваленный Строительным Мусором Его ведь Уберут А ощущаемые Там тишина И покой Останутся А что бы Выбрали Вы Поделитесь Своим мнением Комментарии Открыты Для всех Как и Подписка На наш Канал И не забудьте Нажать колокольчик Чтобы получать Уведомления О новых Выпусках Кстати В следующий раз Разберем С нашим Экспертом Риэлтором Юристом Василием Калашниковым Все сомнительные Моменты По этим Участкам Будьте С нами И до новых Радостных Встреч Редактор субтитров